И всем привет, ребят, с вами Стервайкин, с вами подписываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, сегодня вместе с вами я хотел бы обсудить тему, которой вчера вышел анонс, плюс затронуть еще тему вчерашних неполадок, с чем они были связаны и в чем вообще вся фишка, и что по ходу дела возвращается в нашу игру, как бы это грустно не звучало. Если вы ждали подобного рода видеоролик, если вам нравятся видосы, посвященные разговорной тематике, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас только рывы в аккаунте, куста тему лично, так, так, темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и запланируйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашей первой темы, о которой хотелось бы поговорить, это тема неактивных аккаунтов и то, что уже будет происходить совсем скоро в игре. Я сам лично столкнулся уже на одном аккаунте с этой проблемой и, честно говоря, есть много вопросов у меня, если честно, поэтому я задам эти вопросы вам, ну и возможно вы мне на них дадите ответ. А может быть вы будете также со мной солидарны и будете одной точки зрения. Неактивные аккаунты под угрозой удаления. Внимание, важные новости, мы приняли решение добавить в систему удаления неактивных аккаунтов. Расскажем, почему именно это делаем и как защитить свой аккаунт от удаления. Исполнилось 15 лет, огромное количество присоединилось к нам за эти годы, ими были созданы сотни миллионов аккаунтов, но, к сожалению, не все игроки остались с нами в проекте спустя столько лет. Мы хотим сделать игру максимально удобной и комфортной для активных игроков, поэтому планируем удалять информацию о неактивных учетных записях, так как нам удастся снизить нагрузку на сервера. Насчет нагрузки на сервера, честно говоря, не думаю, что это так сильно будет влиять. Но вот если так чисто подумать, ну как будто бы это сильно на нагрузку серверов не повлияет. Да, ну мне лично так кажется. Какие записи будут считаться неактивными? Если вы не заходили на свой аккаунт более года, если вы не заходили на свой аккаунт более трех лет для пользователей, совершавших игровые покупки за реальные деньги. Честно, когда я увидел вот эту вот информацию о том, что если ты год не зашел на аккаунт, то аккаунт будет удален. Я сразу подумал такой, да не, ну это же бред какой-то. Ну типа как? Год на аккаунт не зашел и сразу тебе аккаунт удалили. Ну а если вспомнить, например, то, что за почти год там, когда не заходишь в игру, тебе дают какой-то дополнительный бонус, да. То есть по сути, если ты почти год не заходишь и получаешь бонус, да, а год полностью не заходишь, удаляется аккаунт. То как поймать эту точку, точку прибыли, точку интереса, да. То есть ты по сути, ну там вроде 300 дней, если я не ошибаюсь, не заходишь на аккаунт, то дают супер плюшки, там приемку, там еще что-то и дополнительные бонусы, да. А ты такой забыл, у тебя прошло 300 дней, дошло 365, ты такой хочешь зайти забрать бонусы и такой бам, и у тебя аккаунт удален. Что-то как-то максимально, если честно, странно, и ну если уж брать такую тему, то вот с тремя годами, ну я еще, наверное, соглашусь. Но год, ну бывают всякие ситуации у игроков, у людей, и может быть такое, что, например, человек не будет заходить в игру год, а через год вернется и будет играть. То есть, а с таким обновлением и с такой информацией получается, что на год уехал человек куда-то, либо у него нету возможности год зайти в игру, он возвращается, и у него аккаунт просто удален. С тремя годами, ну в принципе, я, наверное, согласен, да. То есть, если бы здесь было бы 3 года, а здесь было бы, например, 5 лет, да, то есть, кто совершал покупки, то я в целом бы, наверное, с этим был бы согласен. А так, один год, я считаю, что это крайне маленький срок, и всякое бывает, что люди не заходят в столь долгий период времени, вернее, ну даже я бы не сказал, что это столь супер долгий год, это все-таки, ну не так много, бывают всякие моменты, бывает там и армия, бывает еще что-то. Да, бывает, может человек какой-нибудь моряк вообще просто уехал в какой-то тур, бэмс, вернулся, а у него аккаунт удалили. Ну, типа, это, конечно, такая тема. Ну и, я сам знаю ребят, которые там год и даже больше года не играли в игру, даже я знаю ребят, которые 2 года не играли, потом возвращались и начинали активно играть. Только сейчас, уже через год, они просто столкнутся с тем, что их аккаунт будет удален. И это очень и очень жестко. Я, честно, даже не знаю, зачем это все делается. То есть, ну, 3 года, согласился бы, и тут 5, 3,5. Но год, я считаю, что это крайне маленький срок. Учетные записи, попавшие под эти критерии, не вошедшие до 14.06, будут удалены вместе со всей имеющейся на ней информацией. Так что, как-то так, вот такие вот новые правила. Ну и также, вчера вечером, многие ребята мне писали и жаловались о том, что в танки вернулись ДДОС-атаки. Опять у нас не работали нормальные сервера. Опять появились какие-то проблемы в игре. Да, и есть такое ощущение, что это может вернуться. Да, и то, что было вчера вечером, это не случайность. Это очередные ДДОС-атаки, которые вернулись на танковые сервера. Вопрос лишь только, с какой силой они вернулись. Да, и насколько это будет жестко все работать. Но то, что они уже появились и появились неполадки в игре, это... С одной стороны, очень и очень грустно. С другой стороны, это значит что? Правильно, это значит то, что нас ждут вкуснейшие компенсационочки. И какую-то компенсацию можно будет и ждать по этому поводу. Да, поэтому посмотрим, последим. Если данная проблема сохранится и будет возникать, то, быть может, даже какой-то отдельный видеоролик с этой темой я тоже запишу. Выскажу свою точку зрения по этому поводу. Пишите, что вы думаете по поводу удаления аккаунтов, по поводу неполадок, которые были вчера в игре. Компенсационочку. Требую или не требую? Денюжки же надо, правильно? Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если он вам понравился и вы согласны с моей точкой зрения. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Участвуйте в розыгрыше. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.